всем огромный привет мои хорошие добро пожаловать на мой канал добро пожаловать мое новое видео сегодня у нас с вами получился такой прям огромный огромный влог вы меня все очень часто просили чтобы я снимала как у нас проходит день с малышом что вообще мы делаем целый день какие-то показывает домашние дела в общем поэтому сегодня получился такой прям большой большой влог надеюсь вы все его досмотрите до конца наш день начинается с ванных процедур мы умываемся чистим зубы также этим кто же умывала подмывала мы с ним завтракали я в общем это все не снимала потому что в принципе я это все снимаю вам постоянно и как-то не хочется слишком так постоянно повторяться поэтому я вам показала только начальное как я умывалась потом себе нанесла еще патчи и потом мне надо было разобрать сушилку конечно вещи сохнут так долго но я вам постоянно об этом говорю но это прям моя проблема моя боль потому что стоит эта сушилка на кухне она очень ужасно мешается но так как было стирки очень много было несколько партий и потом еще ближе к вечеру хочу поставить партию стирки детских вещей так что сушилка у меня стоит еще девочки до сих пор и до сих пор все это сушится пока я занимаюсь такими маленькими домашними делами потом я пойду собираться буду краситься в общем приводить себя в порядок потому что мы пойдем с тимкой на прогулку сходим в магазин в торговый центр прогуляться потом покажу также вам все покупки покажу еще покупки языке так что оставайтесь дальше ну а я хочу с вами обсудить такую тему мне уже начали поступать вопросы по поводу моей работы девчонки да я выхожу на работу но я буду работать только два дня в неделю то есть это те два дня когда у меня муж будет дома то есть эти два дня будет сидеть муж с малышом и как бы естественно никто чужой с ним сидеть не будет ни в какой детский сад мы его не отдаем я бы на такое не согласилась если бы сейчас в таком маленьком возрасте отдавать ребенка в детский сад он даже еще не ходит я бы не согласилась на это и не вышла бы на работу вообще у нас в планах было что я должна была выйти на работу где-то с полутора лет когда тимки будет либо два годика потому что потом мы планировали отдавать тимку в детский сад и как бы было так бы попроще но конечно сейчас у нас такая ситуация что нам необходимы дополнительные денежки все-таки у нас очень много планов и по поводу квартиры да и вообще и вот в принципе хотя бы хоть какую-то копеечку но это же буду зарабатывать и тем более на моей прошлой работе мне дают такую возможность что выйти и работать до два дня в неделю это не везде так дают поэтому конечно это очень неплохой вариант и и ну в принципе конечно будет нам немножко сложно я думаю и мужу будет сложно потому что он с тимкой так долго не сидел никогда но я думаю мы справимся круто было бы если бы я зарабатывала так от ютуба вот за эти два дня в неделю как я буду зарабатывать у себя на работе если бы я так зарабатывала на ютубе то конечно я бы наверное лучше сидела дома постоянно муж спокойно работал потом спокойно отдыхал но пока что как-то вот так вот у нас получается пока попробуем таким образом а потом посмотрим что из этого в итоге все выйдет но конечно чтобы хорошо зарабатывать на ютубе нужны хорошие просмотры а у меня последнее время с просмотрами вообще какая-то беда особенно вот этот декабрь я понимаю что он такой прям загруженный был и у всех людей и не хватает времени всех смотреть ну в общем и от этого как бы страдают и просмотры и поэтому от этого нет никакого заработка да и вообще от ютуба я вообще еще ни копеечки не получаю поэтому это конечно очень длительный процесс и это не скоро все будет не скоро будет какая-то денежка от моей работы поэтому необходимо работать на обычной работе и к чему вообще тут все это виду а то этот уже заболталась в общем я буду выпускать видео через два дня то есть раньше если я выпускала через день то сейчас буду через два дня то есть на третий день у меня будет выходить видео мне кажется мне будет так попроще я буду успевать буду успевать монтировать но если у меня будет получаться выпускать и намного чаще то я буду делать это чаще а если конечно я не буду успевать монтировать то буду выпускать где-то примерно вот на третий день а тут у меня получается тимка уже поспал Первый дневной сон у нас был. Я за это время успела собраться, накраситься, потом одевала его. Конечно, сейчас его одевать это столько мучения. Такая прям беда у нас. Он как уш на сковородке крутится, ноги, руки во все разные стороны. Ну, в общем, более-менее, но потом я его одела. У нас метет. Тимку полу лежа положила, сидя полу лежа. В общем, метет так нормально сегодня. Опять все белым-бело. Хотя вот недавно вообще черный-черный снег был. Ну вот, опять сегодня снежок пошел. Тут мы уже пришли в торговый центр и поднимаемся в детский мир. Конечно, в детском мире я вам ничего не поснимала. Снимала я в прошлый раз, в принципе. Это было совсем недавно. Но с Тимкой много чего не поснимаешь, потому что он устает. Он просится на ручки. Ему стало жарко. Я его раздела. В общем, с ним, конечно, снимать это очень трудно. Поэтому я не стала ни его мучить, ни себя. Мы с ним походили, взяли все необходимое и пошли домой. Сейчас мы идем уже обратно. И, конечно, метет в два раза больше, чем когда мы выходили только в магазин. Очень-очень сильно мело, конечно. Все катались с горок. В общем, на ватрушках ездят. Так классно. Везде все отдыхают. Дети с родителями. Очень так прям уютненько. А тут у меня малыш заснул. Дети с родителями. В общем, мы уже разделись с Тимкой. Надо только покупки. Осталось разобрать. Все в коляске лежит там внизу. Как хорошо, что есть эта сумка. Что можно полностью все покупки возить в ней. Не таскать на себе. Ну, конечно, метет у нас вообще знатно. Мы прям с Тимкой обалдели. Точнее, я. Он там спал. Вообще, мы даже зашли в пятерочку. А он все равно спит. Вообще, внимания даже не обращала. Потом, когда уже домой зашли, я домофон нажала. А он так пищит очень громко. И, в общем, он проснулся. Ну, думаю, ну ладно. Проснулся, проснулся уже. Не буду его не укачивать, ничего. В общем, вот, играет сейчас. А я сейчас достану покупки. Все вам покажу. Девчонки, так отвыкла от разговорных влогов. Вроде бы и прошла-то всего лишь неделя. Может быть, может, 10 дней, да? Когда я вот последний разговорный влог снимала. А так я снимала уборку. И до этого вам выставляла видео с нового года. Но там была закадровая озвучка. А сейчас, когда вот так вот разговариваю, мне опять так непривычно. В общем, быстро отвыкаешь. Если даёшь себе расслабиться там. Считаю, я сейчас не выпускала через день, да? И дала себе так немножечко отдохнуть. И вот чувствуется. И снимать как-то уже не очень так прям хочется. И, ну, чувствуется, в общем, что вроде бы и нечего снимать. А потом так задумаешься, как нечего. Ты тут это делаешь, это делаешь. Можно всё показывать. В общем, ну, как-то сейчас буду приходить в себя. И буду заново начинать всё снимать. Потихонечку восстанавливаться. Да, Тима? Здесь это играет. Ой, чё ты прячешься? Чё ты прячешься? Прячется такой вообще стеснительный. Когда тоже братишка приехал, он такой стеснительный. А девушка у него так постоянно стеснялся. Каждое утро просыпался и смотрел на неё, как будто он её видит первый раз. А к брату быстро привык вообще. Ну, я и говорю, с мужчинами как-то он проще, да? Ну, потому что у нас, считай, папа. У папы друзья всегда приходят. У меня подружка приходит очень редко. Поэтому он как-то к женщинам так с опаской относится. А вот к мужчинам он как-то вообще по-другому. И к хирургу мы ходили. Там мужчина-хирург. Он тоже с ним ля-ля-ля-ля смеётся. А к каким-то другим женщинам приходишь. Он сразу начинает плакать. А ещё тут, девчонки, я сейчас его раздела. И поняла, что он немножечко протёк. Вообще, я начала замечать последние дни, что он очень часто начал протекать. Хотя подгузник я одела совсем недавно. Вот мы пошли как бы до магазина. Я сразу же одела ему, конечно же, чистый подгузник. И в итоге сейчас прихожу, он немножко протёк. Не знаю, мне кажется, подгузники стали маленькие, что ли. Но хотя эти джунис у нас от 6 до 11 килограмм. А мы весим, ну, около 9 где-то. Мы вот не ходили уже сколько? Ну, наверное, где-то 9. Ну, в общем, и вроде бы они ему не жмут. И в ножках нормально. Но протекают. Вообще, первый раз у меня так джунис. Мы сколько ими пользовались. Всё было хорошо. Ну, вот сейчас вот последние 3 дня я прям начала конкретно замечать. Ну, может быть, реально то, что они маленькие. Не знаю, может быть, потом побольше возьмём. Но я боюсь, что я возьму. И они будут такие огроменные на нас. Ну, посмотрим, как будет. Сейчас посмотрим. Может быть, я ему как-то не так одела. Но 3 дня не так я одевала. Это что-то не то. Вот бизи-борд вообще классная штука, если честно, девчонки. Кто думает покупать, не покупать, покупайте. Я тоже хотела взять давно бизи-борд. Я не помню, я вам говорила, не говорила. Но, в общем, я хотела вообще сама купить на Новый год. Либо купить на день рождения у Тимки. У нас 13 февраля будет годик. Я думала, что мы ему купим бизи-борд. Он немножко другой. Вот этот полностью весь деревянный. Все детальки деревянные. В общем, всё деревянное. Классный бизи-борд. Много, конечно, что есть. Но если чуть-чуть на возраст постарше, есть другие ещё бизи-борды, у которых прям, знаете, такой как домик. И все стенки, крыша во всяких штучках. Есть пуговицы, есть замочки. Есть какие-то, в общем, змейки, чтобы растёгивать. Есть крючки, которые надо открыть, и дверцы откроются. В общем, я хотела вот типа такого. Вот. Ну, если что, мы потом ему тоже купим. Но ещё и такой. Потому что штука классная. Он на неё вообще зависает, сидит. Прямо подолгу может зависать. Некоторые понимают детальки, некоторые нет. В общем, пока что ещё не очень. Но зависает надолго. И вот с этой вот штукой зависает вообще надолго. Я не знаю почему, но вот с ней он играет. А которую я купила, помните, я ему показывала, где там, получается, вот так вот спиралькой. Симочка. Он с ней не играет. А вот с этими, с такими прямыми, более-менее, да, не сильные тут зигзаги, он играет, в общем, катает их, туда-сюда переворачивает. Вот, а ту пока что он пока не полюбил. Она ему не понравилась, видимо, сложно, да, вот это, там такой зигзаг получается. Не надо бусинки вот так вот прокручивать. И он, видимо, пока ещё не понимает достаточно. И вот пока что только вот этим играет. Дастень? Ладно, сейчас пойдём уже покупки разбирать. А то я болтаю-болтаю, говорю, разучилась разговорники записывать, а сама уже наболтала почти на 5 минут. Так, девчонки, ну что я, в общем, купила в пятёрочке? Купила, как всегда, лепёшки я беру, сахар взяла, картошку взяла, бананы и рёбра. Вот такие вот рёбра. Сегодня маленькие вот такие вот взяла. Думаю, сделаем в духовке. Муж попросил, он у меня без мяса вообще не может. Он у меня мясоед, поэтому. А в детском мире, значит, взяла вот такую вот бутылку от Baby Go. Вот, она 300 рублей стоит. Вроде бы, насколько я помню, вроде бы 300. В общем, у неё ручки съёмные. Но Тимка сейчас очень хорошо вот у меня с паильником, держит за ручки и пьёт. Поэтому я хотела вот именно с ручкой взять. И там, получается, две соски сменные. Вот, идёт 6+. А других, каких-то других я вообще не нашла. У них выбора там очень так мало. Поэтому, в общем, взяла вот такую. Взяла для чего? Для того, что мы будем уже кушать смесь. Будем переходить на смесь. Потому что я выхожу на работу. Поэтому мы вот купили такую смесь фриса. Мне сказали вот такую вот попробовать. В общем, посоветовали знакомые попробовать сначала такую. Чтобы у малыша не было запоров. Потому что тут же чистый белок получается. Чтобы не было никаких запоров и аллергии. В общем, начать с неё. И потом уже дальше смотреть. То есть, она идёт с 6 месяцев тоже. Нам сейчас 10. В общем, попробуем её. Если что, потом на другую перейдём. В общем, такая маленькая баночка стоит 509 рублей. Ну, попробуем. Надеюсь, что будет всё нормально. Так. Потом взяла, значит, вот такую рисовую кашу. Молочную. Она идёт банан-яблоко. Я уже такую брала. Очень Тимке она сильно понравилась. В общем, решила ещё такую опять взять. Она прям реально вкусная. Я тоже сама попробовала. Она прям сладенькая. И решила попробовать каши на стеле. Они тоже такие же порошковые. Я взяла кукурузную безмолочную, гречневую молочную и овсяную молочную. Мы уже, в принципе, большинство на молочные перешли. У Тимки никаких аллергий, ничего не было. Поэтому я решила взять полностью. А кукурузной молочной не было. Поэтому я взяла безмолочную. В общем, решила такие, но в скором времени буду покупать обычные каши, которые можно просто самой варить. И буду так ему варить, потому что такие порошковые покупать, ну, это очень дорого выходит. Вот это стоит в детском мире 210 рублей. 210 рублей. Можно, конечно, купить на Азоне. Чуть подешевле. Но тут пачечка. Идёт всего лишь 200 грамм. Я, в общем, не знаю, 210 рублей, но это очень дорого. И быстро эта каша у нас заканчивается. Очень быстро, потому что мы можем её в день по два раза покушать. Так что не знаю. А вот эта, она чуть-чуть подешевле. Но тоже 100, 59, 160. В общем, тоже зависит от какой каши. И молочная она или безмолочная. В общем, вот. И взяла опять флёр альпин. Вот эти печеньки. Решила уже новые попробовать, которые с 9 месяцев идут. В общем, решила их попробовать. Вот печенье детское натуральное называется. С цельным зерном. И вот такое печенье французское. Без пального масла. С цельным зерном. Без яиц. В общем, решила ещё вот такие вот попробовать. Мы уже пробовали и с грушей, и с яблоком. И обычные какие-то. Ещё попробовать хочу какао. В общем, ну, Тимке очень нравится. Для перекуса, в принципе, вообще самое то. И они очень реально вкусные и полезные. Потом взяла вот такие салфетки. 120 штук. Они стоили 60 рублей. В общем, очень выгодно. И я решила их попробовать. Может быть, их будем использовать. Потому что Йокосан, они очень дорогие стали. За две пачки, получается, по 120 штук я плачу 380 рублей. Тут 120 штук, одна пачка 60 рублей. Ну, в общем, попробую. Не знаю. Посмотрим. Может быть, нам и понравится. Так. Это показала. А, и купила вот двое штанишек. Они стоят 500 рублей. За две штучки. Одни вот такие вот. Мне очень вот эта расцветка нравится. Я вообще сама обожаю зеленый, мятный цвет, салатовый какой-то. Да, вот такой вот. Поэтому вот мне очень расцветка понравилась. Еще и с пандочками. В общем, одни вот такие. У них тут завязочки. Резинка такая, в принципе, не очень тугая. Оно, мне кажется, и не будет спадывать. И плюс еще эти завязочки есть очень хорошо. И плюс вот такие вот синенькие. Вот. И тут с манжетами внизу. В общем, решила взять штанишки, потому что начала перебирать у Тимки вещи. Которые есть у нас 80-86 размера. Я перебирала, что у нас вообще есть. В общем, штанишек у нас очень мало. А сейчас из 74-х он уже вообще вырос, можно сказать. И дома мне не в чем ходить. Поэтому я ему вот эти штаны взяла, чтобы дома ходить. А то из всех штанишек он уже вырос. Поэтому, в общем, взяла две пары. Хотела вообще прям тонкие-тонкие найти, но там не было. В общем, вот такие вот только были. Они такие плотненькие. Ну и тоже хорошие в принципе. Продолжаем дальше делать с вами домашние дела. Мне надо было пополнить контейнер вот этот вот для сахара. Так как сахар закончился. И буду готовить ребрышки. Вы говорили показывать, что я готовлю. Показывать готовку. В принципе, девчонки, я готовлю вообще такие самые простые блюда. Я не готовлю какие-то изысканные блюда. И мне всегда кажется, что это не очень показывать. Все это готовят. Но вот я готовлю сегодня ребрышки. Я их нарезала. Нарезала две картошки. Я люблю картошку запеченную. Муж у меня не любит. Поэтому я для себя вот две картошки туда нарезала. Добавила соль, специи для мяса. И заправила майонезом. И убрала в холодильник. Так она у меня стоит в холодильнике где-то часа четыре. И потом запекаю при температуре 180 где-то час. А мы лежим смотрим Гарри Поттера. Тимка у меня тут играет. Тимка, идем? Пойдем, Гарри Поттера. Будешь смотреть? Нам подарили вот этого тигра, кстати. Управляющая у мужа. Она ему как бы делала подарок. Но, в общем, это подарок Тимкин. Да, сын? Твой подарок? В общем, он ему понравился. Он все с ним валяется тут. Играет. Да, Тима? Подожди, не грези-ка. Я еще его не постирала. Надо сын постирать сначала. Вот такой вот тигр, в общем. Ага. Ну и, конечно же, бизи-борд. Это все. Сейчас он без него никуда. Все с бизи-бордом играет. Кстати, девчонки, я же вам не показывала то, что у меня братишка, когда приехал, поехал в Икеа. И я его попросила купить. Вот такой вот, значит, органайзер. Он вот такой вот бежевый. В горошек. У него здесь такая вот ручка, да, специально, чтобы вытаскивать за собой. Очень классный, короче, органайзер и вместительный. Вот у нас там сейчас все игрушки. Я тоже хочу на днях перебрать прям полностью все игрушки, убрать теми, которыми он вообще не играет, которые маленькие. Вот, допустим, вот эта книжка. Он с ней играл, когда ему было месяц. От месяца до трех. Он с ней очень классно играл. И сначала, значит, первый месяц он полностью смотрел на все картинки. Прям залипал, мог залипнуть на минут десять. Ну, как и говорят, то, что на черно-белой картинке первый месяц малыши очень сильно залипают. В общем, я ему такую покупала. На зоне вроде бы, в общем, вот такая. А с другой стороны она вот такая еще с голубеньким. Ну, тут всякие, видите, висюльки. Она шуршащая. Зеркальце есть. В общем, тоже шуршат странички. Такие тактильно приятные, да, с пупырышками разные. В общем, интересная книжка. И вот она нам очень классно пригодилась. Он, говорю, на нее залипал, наверное, по минут десять-пятнадцать, когда маленький был. А сейчас, конечно, он с ней не играет. Поэтому хочу там полностью все перебрать. И будет поменьше еще корзинка. И тогда вот эти все большие игрушки тоже будут туда складывать, чтобы вот так вот все у меня здесь не валялось по полкам. Также попросила купить его вот такие вот полотенчики. Это которые вот с этими разными цветастыми этими крючками. В общем, карма вроде... Да, крама называется. Карма. В общем, вот такие вот там сколько? Десять или двенадцать штук. Не помню я уже. Дай посмотрим, сколько там штук. Так, тридцать на тридцать. Десять штучек. Десять штучек, тридцать на тридцать. В общем, они мне очень нравятся. Мы их используем и на кухне для рук, и в ванной для рук. В общем, очень хорошенькие. Тоже надо постирать. В общем, взяться за все эти дела. И хочу вот эти все полотенчики будут для рук в ванную, а которые сейчас используем для рук. Это пойдет у меня все на кухню. В общем, вот так вот сделаю. Ну, не знаю, вот десять, не десять. Может быть, пять отсюда возьму. Опять пока оставлю. Вот так. Тим, ну не грызи. Ну не грызи. Ну все надо грызть. Да! Козел, да! Все надо грызть. Кстати, у нас вылез седьмой зуб. И я не заметила, что он вылез. Муж пришел домой, смотрит, говорит, а ты вообще видела, что у него зуб вылез? Я говорю, нет. А я реально не заметила, что у него зубик вылез. Вот снизу третий, получается, вылез. Наверху у нас четыре. И внизу сейчас три. Да, Тима? Да! И все грызет. Все грызет. Все, что можно. Вот это, кстати, тоже классно с ней играет. Очень иногда залипает. Но только пока, конечно, достает. Обратно он не может складывать. Если только я с ним сижу, складываю ему, а он ее разбирает. Тоже хорошая игрушка, кстати. Тимур! Ну что это такое? Ты зачем грызешь-то это все? Мам! Серьезно? Ты возмущен? Мама ругается? Ты хочешь что-то грызть? Да, мама не дает. О какой, о какой! Еще вот такую доску тоже он мне там взял в икеа. Вот такая вот белая она. Как будто, знаете, такая как матовая, что ли. И на ней незаметно, что ножом резали, да? Вот. Конечно, есть вот эти вот сколы, даже сейчас на камере заметно. Но вот так вот визуально вообще не видно, что она какая-то порченая. В общем, хорошая, в принципе, и такая прям твердая. Я вам, наверное, прикреплю везде картинки, сколько что стоит, потому что по ценам я не помню. Ну, допустим, если сравнить вот эту доску и вот эту. И вот эту я брала ее в перекрестке. В общем, смотрите, да, сразу заметно на зеленом, сразу же заметно, что какие-то вот коцки от ножа. В общем, вот такая вот досочка. Ну, она стоила там, сколько? 70 рублей. Ну, это стоило вроде бы 160. Ну, то есть разница очень большая, потому что здесь она такая очень тоненькая. А эта прям толстая. Ну, в принципе, хорошая вот. Такой бюджетный вариант. Бюджетный хороший вариант. В общем, вот так вот, девочки. Такие вот еще у меня были покупки из Икея. Хотела туда съездить сама. А, еще. В Икея зачем у меня брат вообще поехал? Это за этими табуретками, потому что у нас всего лишь два стула вот таких вот. И то есть, естественно, гости все приехали. Мы говорим, а на чем будете сидеть? И, в общем, братишка у меня как раз заранее приехал, получается. И я попросила съездить его в Икея. Он съездил и купил вот такие вот табуретки. Они стоят всего лишь 400 рублей. Ну, сразу скажу, они хлюпенькие такие. Ну, в общем, ну, в принципе, нормально. Если не часто, да, ими пользоваться, в принципе, нормально. А так они у нас сейчас вот так вот стоят под столом. Они нам, в принципе, не нужны. Но вот мы брали именно для, когда гости приходят, потому что реально не на чем сидеть просто. А, конечно, в комнате сейчас не посидишь, где там есть у нас диван. Мы сидим всегда постоянно с друзьями на кухне. И поэтому сидеть не на чем. В общем, сейчас вот такие вот табуреточки будут. Взял черного цвета, потому что белого цвета не было. И вот так они у меня там стоят. Их даже не видно. Тимгу кормлю сейчас творожком. И хотим еще попробовать сейчас печеньку. Да, маму печеньку эту новую от Флёр Альпин. И вон себе уже сделала чай. И разогрела. Вчера варила рис с подливкой. В общем, вон сидит Гарри Поттера смотрит. Сына. Гарри Поттера любишь ты смотреть? Ты мой сладкий. Эта печенька, она такая твердая. Сын, ты сначала прожуй. У тебя полный рот. Очень твердая. В общем, ну он ее так кусал-кусал, но откусил, в общем. Но я ему сама не ломала. Он сам откусил кусочек. Зуй, давай, Зуй. Вкусно? Зато зубы почешешь. Да? Зато зубы почешешь, сыночка. Ты мой сладкий. Кушай, кушай. Выглядывает меня из-за телефона. Скажи, мама, ты что за телефоном там спряталась? У нас уже вечер. Вон как темно. Тимка уже поспал у меня еще вечером полчасика. В общем, заварила сейчас вот эту овсяную кашу ему. Она с яблочком. Я ее попробовала. В принципе, знаете, такая вкусненькая, сладенькая. И плюс то, что она молочная, конечно же, по-другому вкус, чем обычная. И, в общем, мы покупали еще хурму. Хурма вообще вкусная. Просто тает во рту. И она совсем не вяжет. Я взяла ему половинку. И, в общем, вилочкой намяла. И вот так вот в кашу тоже добавила. В общем, вкусненькая, я думаю, получилась. Потому что я ему уже с хурмой делала. Мы уже хурму несколько раз кушали. И поэтому я ему даю тоже уже с хурмой. Быстрей, быстрей, скажем, мама, быстрей. В общем, нам хурма тоже нравится. Да, сына? Я говорю, я скажу, вообще все люблю, все, что вкусное. Да? Я ближе к вечеру поставила детские вещи в стирку. И, в общем, надо было мне разобрать сначала сушилку. Более-менее все почти высохло. Но пододеяльник до сих пор еще остался сырой по краям. Поэтому я его оставила. И на следующий день он, в принципе, был уже сухой. И можно было гладить. Сейчас развешиваю детские вещи. И хотела сказать вам всем огромное спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. В принципе, мое видео уже полностью-полностью подходит к концу. Конечно, получилось оно такое большое, насыщенное. Очень много всего. Но это было все за один день. И мне хотелось вам показать наш день. Потому что многие всегда просят показывать, как проходит утро, как проходит вечер. Я вам попыталась заснять прям такие моменты, которые были у нас за весь этот день. Надеюсь, вам было интересно. И я на сегодня уже с вами попрощаюсь. Всем вам огромное-огромное спасибо. Увидимся с вами уже в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok